Приветствую на канале МАФ. Сегодня я расскажу о двух интересных событиях в метавселенной Роблокс за последнее время. Диджей Борис Бреха дал виртуальное выступление, а индонезийская комьюнити провела шоу талантов. Но обо всем по порядку. 20 апреля в Роблокс открылся Битленд. Это виртуальный район с клубом, кинотеатром и музыкальными магазинами. Спонсором стала звукозаписывающая компания Electronic Beats, которая входит в Deutsche Telekom, крупнейшую немецкую телекоммуникационную компанию. Это еще один пример в копилку крупных брендов, переходящих в метавселенную. В честь открытия выступал один из самых известных диджеев Германии Борис Бреха. С 22 по 24 апреля можно было услышать два часовых музыкальных сета в жанре хай-тек минимум. Сейчас в Битленд есть возможность не только отдохнуть, но и поработать. На выбор разные виртуальные профессии. Бармен, промоутер клуба, уборщик, продавец. А зарплата выдается в виртуальной валюте, которую можно потратить на одежду для своего аватара. Борис Бреха не первый диджей, дающий концерт в метавселенной. Маршмеллоу выступал в Фортнайт, Дэд Маус в Дэд Центролэнд, а Дэвид Гетто даже полностью оцифровал себя для выступлений в Сенсориум Гэлакси. Но только в Роблокс создан отдельный клуб Битленд, в котором планируется приглашать артистов постоянно. И еще одна новость. 22 апреля индонезийское сообщество Роблокс организовало мероприятие по поиску талантов. С помощью голосового чата любой желающий мог продемонстрировать свое умение петь или шутить. В конце шоу члены жюри определили трех самых талантливых пользователей. Победитель заработал 15 долларов, а за второе и третье место 10 и 5 долларов соответственно. Кроме того, все участники получили сертификат, подписанный командой разработчиков Роблокс. Это мероприятие показывает, насколько крупная и активная комьюнити здесь. В Роблокс, в отличие от других метавселенных, разработчикам не нужно думать над тем, как привлекать и развлекать пользователей. Они все делают сами, ведь все возможности для этого есть. Бесплатные сервера и монетизация. Почти как Ютуб, но трехмерный. Как вы думаете, почему Роблокс популярнее Децентралэнд и есть ли у него шансы удержать первенство? Напишите об этом в комментариях. А чтобы на нашем канале еще чаще выходили ролики с исследованием метавселенной, поддерживайте это видео лайком и подписывайтесь. До скорого!